Здравствуйте! Сегодняшнюю передачу мне хотелось бы начать с цитаты античного историка Плиния Старшего. «Когда я перебрал всё, что покоряется изобразительностью духа, творчески преобразующего природу, я с удивлением прихожу к мысли, что почти ничего нельзя получить без огня». Вот именно с этой цитаты мне хотелось бы как раз и начать цикл наших лекций, как раз посвященных такому виду декоративно-прикладного искусства, как металл, его открытию, истории развития и, конечно же, технике обработки. Вообще, надо сказать, что различные металлы человек открыл не единовременно, а за долгий период своего развития, вообще за развитие человечества. И даже по мере того, какие металлы человек научился обрабатывать, даже так и называются исторические периоды. Например, бронзовик, железный, ну и так далее. Давайте теперь мы как раз и обратимся, собственно говоря, к истории обработки и к истории открытия металлов человека. Вообще, наверное, первым таким побуждением человека, увидевшего какой-либо металлический самородок, было стукнуть по нему другим камнем или другим тяжелым предметом. Поэтому, наверное, самые ранние формы металлургии, родившиеся еще на самом этапе зарождения оседлого образа жизни, когда люди из кочевников стали становиться скотоводами и земледельцами, а это возникло примерно за 9 тысяч лет до нашей эры. Так вот, таким самым первым моментом обработки металлов стала холодная ковка. То есть, когда какой-то либо железный самородочек, собственно говоря, расплющился или ему придавалась какая-либо другая форма путем давления. Причем это была именно холодная ковка, самородок либо другой металл не разогревался. Вообще, конечно же, вот такая холодная обработка еще не могла иметь никакого практического, а тем более экономического значения, потому что, во-первых, самородки были слишком малы, чтобы из них можно было сделать хоть какой-либо предмет или орудие труда, но и плюс к тому сковать несколько самородков вместе без разогрева, как вы понимаете, невозможно. И вот самым первым металлом, который освоил человек, была медь. Первый наш сайт как раз представит вам самородок медь. Медь – это пластичный металл, он с давних пор достаточно широко применялся человеком, но в первую очередь из-за достаточно сравнительной доступности получения руды и также небольшой температуры плавления. Тем самым мы можем сказать, что медь – это самый первый металл, широко освоенный человеком. И начало такому медному веку, можно даже сказать, положило как раз освоение людьми техники обработки металлов. В это время, примерно это уже 7-е тысячелетие до нашей эры, люди начинают уже изучать какие-либо другие техники обработки металлов, и первый момент – это был, конечно же, горячая ковка. Горячая ковка, когда уже какой-либо металл разогревался, и посредством механической обработки, и, главное, путем давления, металл в нагретом состоянии уплотнялся, сращивался между собой, несколько самородков могли сращиваться между собой, но, собственно говоря, какому-либо металлическому инструменту могла придаваться совершенно различная форма. Другой техникой обработки металлов, которая также возникла в глубокой древности, было литье. Литье – это тоже достаточно древний технологический процесс и тоже требует разогревания металлической руды. И он заключается в следующем. Какая-либо литейная форма, она может изготавливаться из глины или из камня, и она заплавляется, собственно говоря, литейным составом, литейным сплавом. Но в данном случае человек, конечно же, использовал медь в самом начале обработки металлов. И надо сказать, что вот таким опытом с металлами, а конкретно с ковкой и литьем, очень много способствовало как раз гончарное и керамическое производство. Но я с вами вам напомню, что вообще глину человек тоже начал обрабатывать на заре своего существования. И для обработки глины точно так же нужен огонь и нужны печи, только немножко другие, муфельные. Так вот, как раз то, что уже у человечества был накоплен определенный опыт обращения с огнем и с жидкими материалами, ну пусть это была, конечно, еще глина, так вот, такие опыты уже позволили взяться более серьезно за опыты именно с медью. И произошло, такие первые опыты, они произошли на Ближнем Востоке, это примерно четвертое тысячелетие до нашей эры. В Европе и Китае это было несколько позже, это рубеж третьего-второго тысячелетия до нашей эры. И, например, в Америке, а конкретно в Перу, обработка меди – это только первое тысячелетие до нашей эры. Вообще, надо сказать, что как литье, так и ковка, конечно же, заметно упрощало весь процесс изготовления, как орудий труда, так и оружия. Но представьте себе, как сложно изготовить, например, каменное орудие или каменное копье. Вот на нашем следующем слайде это, ну, такая некая реконструкция каменного клинка древнего оружия. Конечно же, очень сложно было обрабатывать камень, но в силу того, что это очень твердый материал, и он обрабатывается только путем скола. Ну, а вот медный топор только, наверное, за счет своего удельного веса, например, ускорял процесс рубки дерева втрое. Но все-таки распространению медных орудий на данном этапе существовало очень большое препятствие. Дело в том, что первое – это была, конечно, трудность отыскания самородков, так как все-таки шахт тогда еще не строили, и, естественно, любую железную руду, в том числе, искали металлическую руду, в том числе и медную, естественно, искали на поверхности земли. Плюс к тому медь, как известно, очень и очень мягкий материал. Поэтому изделия, сделанные из меди, как вы понимаете, они достаточно хрупкие, легко гнутся и изменяют свою форму даже после того, как они, собственно говоря, и изготовлены. Поэтому единственное преимущество медных орудий был только технологический процесс. Собственно говоря, можно было изготовить какую-либо одну каменную форму обуха топора, да, скажем, и отливать в нее очень-очень много тех же самых топориков. То есть достаточно быстрый процесс изготовления по отношению к каменам. Каменный топор, представьте себе, каждый надо вытачивать в отдельности было. Но это было, наверное, единственное преимущество медных орудий, потому что так они на самом начале своего развития очень-очень сильно уступали каменным орудиям. Потому что каменные орудия, хоть они и долго изготавливались, зато они были более долговечны. Поэтому мы даже можем по археологическим памятникам судить, что, например, на территории Египта в середине третьего тысячелетия до нашей эры даже наметился некий возврат от индустрии меди обратно к каменному веку. Ну и плюс к тому самородки меди, они действительно истощались. Следующий же этап развития металлургии наступил как раз в третьем тысячелетии до нашей эры, когда была открыта людьми возможность получения металла уже из руды, то есть горной металлосодержащей породы. И одновременно, ну, скорее всего, случайно, людьми было подмечено, что в тигль, где, собственно говоря, варится медь, если в него подбросить немного олова, другого металла, то качество металла становится намного-намного лучше. Олово вообще тоже металл. Это достаточно блестящий белый металл. Он тяжелый и мягкий, и также очень-очень пластичный. Вообще олово было известно людям тоже очень давно, примерно за четыре тысячи лет до нашей эры, но этот металл был очень малодоступен, дорог, и поэтому изделия из чистого олова встречается в археологических раскопках крайне редко. Вообще название олово, оно греческое, и по-гречески звучит как алофос, что значит белый. Ну, скорее всего, это отражает такую характеристику металла, как цвет. Действительно, олово – белый металл. Ну и, кстати говоря, об олове, например, даже встречаются упоминания в Библии и четвертой книге Моихеевой. Но в целом мы сейчас с вами говорим о медной индустрии. Так вот, если в тигль, где варится медь, добавить энное количество процентов олова, то получается совершенно другой металл, а конкретно бронза. И вот в начале как раз второго тысячелетия до нашей эры в принципе постепенно на разных территориях, конечно, в разные временные промежутки наступает переход от медного века к бронзову. И медь почти повсеместно начинает заменяться бронзой. Дело в том, что бронза – это уже совершенно металл другой и обладающий другими характеристиками. Он более твердый, и, соответственно, конечно, из него намного лучше делать разные орудия труда. К справедливости ради, хотелось бы заметить, что примерно в эту же эпоху, конкретно в второй тысячелетии до нашей эры, появляются и самые первые изделия из железа. Ну, железный век, правда, как таковой наступил много-много позднее, но в целом, видите, железо в ту эпоху тоже немножко разрабатывалось. Но, конечно же, в ту пору железные орудия сильно уступали бронзовым, потому что они были мягкие и, конечно же, хуже эксплуатировались. Вообще, бронзовый век, как особая ступень развития истории, да и культуры, в целом выделялся еще в античные времена. Вот, например, древнеримским философом Лукреции Каром. А именно в археологическую науку, в такую современную нам археологическую науку, такое понятие, как бронзовый век, было введено в первой половине XIX века датскими учеными Томпсоном и Варсом. Кстати, достаточно значительный вклад в историю археологии именно бронзового века внесли в конце XIX – начале XX века и шведские археологи, а конкретно Мантелиус, который вообще создал особую спецификацию археологических находок и разработал свой типологический метод атрибуции, опять же-таки, находок бронзового века. Но, однако, он занимался в основном археологией на территории Западной Европы. Вообще, бронзовый век – это историко-культурный период, характеризующийся как раз распространением в передовых культурах и передовых металлургических центрах развитием бронзы и превращением бронзы в ведущий материал для изготовления всевозможных орудий труда, также и оружия. Но, как я сказала, именно в передовых культурных центрах дело в том, что, конечно же, бронзовый век не возник так спонтанно, скажем, второй тысячелетий до нашей эры, и все население, все человечество тогда же не переходит на стадию бронзового века. Но, конечно же, нет. Это было достаточно поступательное движение, и оно растягивалось даже на многие века. То есть где-то раньше начали обрабатывать бронзу, где-то позже. Например, на других территориях мог еще продолжаться неолит. Неолит, я напомню, это новый каменный век. Или там происходил медный век, или, как его еще называют, энеолит. Медный век, он вообще был очень непродолжительным, и это как бы небольшая ступень от нового каменного века к бронзовому веку. Как я уже говорила, бронза – это сплав меди с другими металлами. В основном случае это соловым. Ну, также там может присутствовать как свинец, так и мышьяк. Кстати говоря, отличается бронза от меди большей легкоплавкостью. Например, бронза начинает плавиться уже при температуре 700 градусов по Цельсию. Ну, плюс к тому, у бронзы, конечно, и более высокие литейные качества. И орудия, и предметы, изготовленные из бронзы, они характеризуются большей прочностью. И, конечно же, все это обусловило очень широкое распространение бронзы и, как таковое, вытеснение медных орудий. Если же мы будем говорить об археологических памятниках, то древнейшие археологические находки бронзового века датируются четвертым тысячелетиям до нашей эры. И найдены они на территории Ирана, Турции и Месопотамии. То есть это передняя Азия. Давайте мы посмотрим серию слайдов, которые представляют нам археологические памятники бронзового века, найденные как раз на этой территории. Первый наш слайд сейчас будет. Это будет бронзовая лошадка, найденная на территории Ирана. Правда, этот памятник датируется все-таки не четвертым тысячелетиям до нашей эры, а датируется 1500 годом до нашей эры. Но, как вы видите, вот такие были достаточно незатейливые предметы, отлитые из бронзы. К более позднему периоду относится наш следующий слайд. Это тоже лошадка, тоже отлитая из бронзы. И найдена она была тоже на территории Ирана. Однако это уже восьмой век до нашей эры. А вот этот барашек найден был на территории Персии. И этот памятник тоже бронзового века, датируется четвертым веком до нашей эры. Такой барашек был изготовлен тоже методом отливки. Ну и потом определенные детали, например, его рога, они уже отдельно обрабатывались, ну, способом, например, чеканки. И, скажем, вот эта бронзовая чаша, которая тоже была найдена на территории Персии, и датируется она достаточно уже поздним периодом бронзового века. Это все второй век до нашей эры. Так вот, эта бронзовая чаша, она, например, тоже изготавливалась сначала методом отливки, ну, а потом уже вот такие узоры наносились на эту чашу с помощью чеканки. Позднее бронзовый век начинает распространяться в Египте, ну, это самый конец четвертого тысячелетия, начало третьего тысячелетия до нашей эры. Потом бронзовый век охватывает территорию Индии, это самый конец третьего тысячелетия до нашей эры. Ну, и Китай. Китай – это где-то середина второго тысячелетия до нашей эры, но надо сказать, что бронза там вообще прижилась достаточно надолго, и даже когда другие передовые культурные центры уже вступили в Новый век, в Железный, там еще продолжались разработки бронзы и медных месторождений. Давайте мы сейчас посмотрим тоже несколько слайдов, которые нам представят, какие же изделия изготавливали китайские мастера. Перед вами анималистическая скульптурка из бронзы «Дикий топир». Вот, ну, это дикая свинья, в общем-то, по-русски будет звучать. Эта бронзовая фигурка относится к VI веку до нашей эры. То есть, видите, там были и такие анималистические сюжеты. Ну, и, конечно же, бытовые предметы тоже изготавливались в Китае из бронзы. Перед вами бронзовый сосуд VIII века до нашей эры. Оружие в Китае также делалось из бронзы. И перед вами бронзовый наконечник копья. Причем, чем интересен и характерен этот наконечник, дело в том, что длина клинка у него 62 сантиметра. Это очень большой по размеру клинок. Дело в том, что обычный клинок все-таки в эпоху бронзового века – это порядка 35 сантиметров. Но если клинок был 62 сантиметра, то вы можете представить себе, какой же длины была древка у этого копья. Ну, и последний слайд, посвященный нам на нынешний момент бронзе Китая – это вот такой замок, тоже вылитый из бронзы. Надо сказать, что китайские мастера вообще с бронзой обращались очень искусно и могли делать вот даже такие затейливые вещи. В Европе бронзовый век тоже начинается примерно во II тысячелетии до н.э. Ну, а если мы будем говорить об Америке, то в Америке бронза вообще имела свою собственную историю и свое собственное развитие. Дело в том, что крупными металлургическими центрами на территории Америки были такие страны, как ныне Перу и Боливия. И там бронзовый век характеризуется VI-X веках до н.э. Эта культура даже имеет свое название – культура Тиуанако. Вопрос же о распространении бронзового века и бронзовых культур вообще на территории Африки пока еще, например, точно не решен, но хотя бы потому, что очень малая степень изученности именно археологических памятников. Но, в принципе, многие исследователи сходятся на мысль, что достаточно много уже центров и очагов бронзолитейного производства существовало на территории Африки примерно в I тысячелетии до н.э. Ну, а расцвет искусства литья в Африке получило немножко попозже, и это было в странах Гвинейского побережья. Вообще, хотелось бы мне с вами немножко вас поближе познакомить с теми предметами и археологическими находками, которые обычно присутствуют в захоронениях бронзового века, но на примере именно археологических памятников, которые расположены либо на территории России, либо на территории бывших союзных республик. Вообще, в то далекое время, в то второе тысячелетие до н.э., как и в Западной Европе, на территории России обитали племена, которые находились в первобытном строе. И наиболее высокого уровня здесь достигли развития племена, которые вели обычно скотоводческо-оседлый образ жизни. И их расселение географически – это примерно Средняя Азия, ныне Средняя Азия. И здесь, в начале второго тысячелетия до н.э. на территории Средней Азии сложилась даже целая местная цивилизация такого древневосточного типа. И она обнаружила очень мощные и экономические, и, в принципе, культурные связи с Передней Азией, а конкретно с Ираном, с хетами. Ну, хет – это древний народ, который располагался некогда на территории Турции. Ну и, конечно же, с Персией. С Персией тоже племена, жившие на территории Средней Азии, тоже, конечно же, контактировали. Но в ту эпоху, в ту далекую эпоху, еще очень большое значение имел Кавказ. Как вы понимаете, на Кавказе сейчас очень богатая рудная база. Ну и тогда это тоже был очень мощный металлургический центр вообще всей, наверное, Евразии. И на рубеже второго-третьего тысячелетия до н.э. можно даже с уверенностью сказать, что он снабжал медными и бронзовыми изделиями почти все степные районы Восточной Европы. Наш следующий слайд представит нам такую реконструкцию поселения Бронзового века. Вот примерно так могло выглядеть селение, скажем, на Кавказе. Это были обычно небольшие хижины, которые имели такую куполообразную форму. Посередине было отверстие, дымоход. И обычно либо каждый дом, либо группа домов окружалась большой каменной стеной, вот достаточно большой каменной стеной из валунов. Вообще, третье тысячелетие до н.э. Закавказье – это, как я уже сказала, область распространения оседлых земледельческо-скотоводческих общин. И в середине третьего тысячелетия на Кавказе процветали просто культуры и скотоводческих племен. И, соответственно, там присутствуют богатые захоронения вождей. Собственно говоря, именно по захоронениям этих вождей, по захоронениям курганов, мы и можем судить о той культуре в целом, ну и конкретно о культуре бронзы, благодаря каким-то археологическим находкам. Очень известная и необычная культура носит название Майкопская. Майкопская – это археологическая культура второй половины третьего тысячелетия до н.э. распространенная в северных предгорьях Северного Кавказа. И, собственно говоря, названа она по кургану, Майкопскому кургану, высотой он был 11 метров, в котором были найдены всевозможные золотые, серебряные и бронзовые изделия. Этот курган был исследован в 1897 году известным русским археологом Веселовским. Но вообще Майкопская культура – это период ранней бронзы, и не надо думать, что Майкопская культура – это всего лишь один курган. Это такая целая область захоронений, причем они датируются достаточно большим временным промежутком, и там были и как курганы, так и укрепленные поселения, так и просто, в принципе, каменные могилы и погребения. Вот в них-то археологи до сегодняшнего дня исследуют эти погребения и находят всевозможные предметы бронзового века. Вообще для Майкопской культуры свойственно, что наряду с орудиями труда как каменными, так они уже использовали и бронзовые орудия. Чаще всего это были топоры, а также вкладыши для ножей и херпов. Наконечники стрел в майкопской культуре тоже были бронзовые. Из бронзы в майкопской культуре делали также всевозможные мотыги, ножи, кинжалы, вилы и наконечники стрел. Кстати говоря, из бронзы в майкопской культуре делали и украшения. И по характеру этих украшений мы можем судить, что в майкопской культуре были достаточно сильные связи и со странами передней Азии. Вообще погребальный инвентарь любой культуры – это, конечно же, бесценная археологическая находка, по которой мы, собственно говоря, можем и судить о тех людях и о той культуре, которую археологи и раскапывают. Ну а сейчас давайте мы посмотрим несколько слайдов, которые как раз и представят нам находки из майкопских курганов. Ну, наверное, самой известной находкой из майкопского кургана являются вот эти бычки. Один из них золотой, другой бронзовый. Они изготовлены в технике литья, причем бычки очень и очень маленького размера, всего-то порядка 3-4 сантиметров в длину. Следующий наш слайд – это бронзовые предметы, ну, такого домашнего обихода, домашняя утварь. Делались они тоже способом литья, ну, а потом отдельно ковались, и после предмета уже тоже придавалась какая-либо желаемая форма. И следующий наш слайд – это прорисовка еще одних находок из майкопского кургана. Это вот такая археологическая зарисовка, что вообще, в принципе, было найдено. В майкопском кургане был найден даже вот такой шатер, также золотые фигурки льва, бронзовый сосуд и золотая диадема. Другой очень оригинальной культурой на территории Северного Кавказа была культура Триолетия. Триолетия – это группа археологических памятников, которая расположена в Грузии, к югу от Триолетского холма на Цалкинском плато. И эта группа курганов была открыта в середине XX века экспедицией Государственного грузинского музея под руководством известного археолога Куфтина. Вообще, Триолетская культура очень интересна. Как вы понимаете, это тоже не какой-либо один курган и не один архитектурный памятник. Дело в том, что Триолетская культура очень большая, и там есть памятники и позднего каменного века, и даже захоронения, которые характеризуются эпохой Средневековья. Но как раз наиболее интересны – это памятники, археологические памятники эпохи Бронзы. А эпоха Бронзы, культура Триолетия – это примерно II тысячелетие до н.э. В этих погребениях находят совершенно невероятные и богатые клады. Обычно в центре помещался, естественно, покойный. Иногда он, кстати говоря, был на колеснице. А вокруг по стенам ставили, соответственно, погребальный инвентарь. Очень много было керамики и, конечно же, бронзовых и золотых изделий. Вообще все ювелирные изделия, ну, независимо из какого они металла сделаны, характеризуются тем, что культура Триолетия обладала очень высокохудожественными ювелирными знаниями. Ну и, конечно же, тоже прослеживается связь с Передней Азией. Наиболее известными памятниками Триолетской культуры является серебряный кубок. Вот он сейчас на ваших экранах. Этот серебряный кубок, он, как вы видите, гравирован, и даже на нем присутствуют инкрустации из полудрагоценных камней. А следующий слайд – это золотой кубок, тоже Триолетская культура. На нижнем ярусе кубка изображено шествие оленя, такое своеобразное шествие оленей, а наверху достаточно загадочная, еще не расшифрованная ныне такая сцена жертвоприношений. Вообще этот золотой кубок очень похож на кубки, которые находят в археологических памятниках, которые свойственны хетской культуре и хетской цивилизации. Но напомню еще раз, что хеты жили на территории Турции и конкретно в провинции Анталия. Но все-таки, если мы будем внимательно исследовать память гетриолетской культуры, мы можем заметить, что местные ювелиры не слепо как-то копировали образцы азиатского и восточного искусства, они всегда преобразовывали, вносили какие-то свои необычные мотивы. Из бронзовых изделий тоже очень много. Из бронзы изготовлялись и мечи, и всевозможные шлемы, и конская упряжь, всевозможные накладки, пряжки, фибулы. И, в принципе, мы можем судить, что в культуре Триолете было очень широкое распространение как ювелирного, так и бронзолитейного производства. Но надо сказать, что II тысячелетие до н.э. И Кавказ, как я уже сказала, это все-таки металлургический центр, который даже был несколько, наверное, сходен вообще с металлургией хетов и Ассирия. И вот так на баке предшествующих культур, это и майкопской, и Триолетской, в начале I тысячелетия рождаются, конечно же, новые культуры. Старые ходят, новые рождаются. И вот особенно мне хотелось бы выделить культуру, которая характеризуется периодом уже развитой бронзы. Культура, расположенная на территории Центрального Кавказа, это кабанская культура. Вообще, кабанская культура – это достаточно такое общее название для целой группы археологических памятников, которые как раз находятся на Центральном Кавказе. Термин «кабанская культура» вошел 120 лет назад в науку и так вот очень достаточно плотно закрепился. Как же произошло открытие этой археологической культуры? Так вот, в 1869 году в селении Улак-Кабан на землях тагаурского алдара Хабоша-Канукова были найдены бронзовые изделия, также золотые, совершенно необычной красоты и искусной выделки. А все оружие и украшение было найдено совершенно необычным способом. Дело в том, что древние могилы попросту были размыты весенним паводком. И вот так вот они познакомили науку с совершенно необычными изделиями. Ну вот, собственно, по месту первых находок Улан-Кабан и вся культура и была названа кабанской. С тех давних пор были изучены десятки погребений, найдены сотни археологических памятников. И в первую очередь это изделия из бронзы, из железа, из камня, из глины, из кости. И надо сказать, что кабанской культурой эпохи бронзы, это является, наверное, вершиной мирового искусства того периода. Что это были за племена кабанские, до сих пор точно неизвестно. Занимали они горные училия и предгорья Центрального Кавказа по ту и другую сторону Центрального Хребта. Кстати говоря, язык, на котором говорили кабанцы, до сих пор неизвестен. Даже существует предположение, что, скорее всего, это были племена индоевропейской группы и даже, скорее всего, индоиранцев. Но надо сказать, что вообще на Кавказе в то время было очень широкое распространение племен индоиранской группы. Об этом свидетельствует название многих рек, но и других географических названий. Да и само слово «Кавказ» — оно иранского происхождения. Но нас все-таки, наверное, интересует металлургия кабанцев. Вообще кабанская бронза отличалась очень высоким качеством, потому что там был максимальный процент олова, который возможен при варке меди. Поэтому бронза кабанцев была необыкновенно твердая, и, соответственно, предметы, изготовленные кабанскими мастерами, ценились очень хорошо. Медь для кабанской культуры поставлялась, скорее всего, из Осетии. Дело в том, что в Осетии есть очень крупные залежи меди. Таким образом, в принципе, материал был, можно сказать, под рукой. Причем бронзовых предметов совершенно большое количество встречается из самых разнообразных. Но это и бытовые предметы, и украшения, и оружие, и всевозможные кинжалы. Опять же-таки, конская упряжь, и самое интересное, что даже в некоторых археологических памятниках найдены целые мастерские древних кабанских металлургов. Также найдены очень большие бронзовые обручи весом порядка двух килограммов. Но считается, что эти обручи служили своего рода деньгами при каких-то обменных процессах. Дело в том, что денег как таковых тогда не было, ну и, собственно говоря, просто слитки бронзы использовались в качестве какой-то денежной и разменной единицы. Причем кабанским мастерам были известны совершенно различные техники обработки бронзы. Ну это, конечно же, литье. Потом они умели ковать по уже готовой матрице. Плюс к тому, конечно же, гравировка, чеканка и инкрустация. Давайте посмотрим серию слайдов, которые нам представят культуру кабанцев. Ну вот это такие очень и очень ящные небольшие пряжечки, застежки. Они были выполнены кабанскими мастерами из бронзы. Следующий слайд – это еще одна бронзовая застежка. А это височное кольцо бронзовое использовалось как женское украшение. Ну также в археологических памятниках кабанской культуры есть очень много и орудий труда, изготовленных из бронзы. Это всевозможные серпы, молоты, топоры, мотыги. И самое интересное, что встречаются и даже просто фигурки людей, животных, отлитых из бронзы. Из листовой бронзы ковали посуды. Это всевозможные чаши, ковши, тазы, миски, кружки, ну и прочее. Также очень много в кабанских могильниках находят пряжек. И на пряжках обычно кабанские мастера делали всевозможные сцены мифологические и сцены охоты. Очень любили кабанские мастера и геометрический орнамент, и среди них очень любили они свастику. Вот перед вами прорисовка древних кабанских топоров. И вот, как вы видите, на них даже гравировалось с помощью шила, с помощью обычного шила, гравировался рисунок. Вот, как вы видите, там животные тазоморфные орнаменты и всевозможные свастики. А вот такие рисунки, это тоже прорисовка бронзовой кабанской пряжки, считается, что это является как бы иллюстрацией древнего кабанского мифа, который ныне еще, к сожалению, не расшифрован. Еще одна бронзовая пряжечка, которая использовалась на поясе. И вот перед вами олени. Олени, они как бы выдавлены на пряжке. Тоже зооморфный орнамент. Также кабанцы могли делать и цельнолитые фигурки животных. И вот конкретно эта лошадка тоже использовалась как пряжка на ремне. Ну, также могли делать и вот такие очень ящные булавка. Кстати, булавка сделана так в виде топора. А с другой стороны представлены маленькие головки животных. Ну и последний слайд, посвященный кабанской культуре, как я уже говорила, среди находок археологических в кабанской культуре встречаются вот такие цельнолитые фигурки животных и людей. Вот перед вами конкретно фигурки людей. Ну, если еще сказать пару слов про кабанскую культуру, то, кстати говоря, в эпоху кабанской культуры уже начинается такая незначительная разработка железа. И поэтому даже в древних кабанских могильниках встречается, пусть в самых малых количествах, но уже встречаются небольшие предметы, выполненные из железа. Если же мы будем говорить уже о более европейской части территории России, то, например, на Волго-Окском Междуречии тоже, конечно же, существовали племена со своими археологическими культурами. И в первую очередь здесь следует назвать фатьяновскую культуру. Названа она была так по находке первых археологических памятников деревни Фатьянова близ города Ярославля. Ну, в принципе, совсем недалеко от Москвы, несколько часов. Это период достаточно развитого бронзового века, второе тысячелетие до нашей эры. В фатьяновской культуре, правда, чаще всего встречается глиняная посуда, но и бронзовые находки. Бронзовые находки в основном это топоры. Вот перед вами слайд, как раз представляет глиняную посуду и обух медного топора. Причем топоры у них были вислообушные. Но вы как раз можете представить, что значит вислообушный топор, то есть обух топора такой слегка изогнутый. Следующий слайд тоже посвящен фатьяновской культуре. Тоже, как вы видите, прорисовка двух топоров и наконечник копья. Однако фатьяновская культура просуществовала не так долго в историческом промежутке и как бы растворилась среди местного населения. На территории Чувашии, Заволжии и в Подоне тоже, конечно же, находятся древние могильники и стоянки. И в первую очередь здесь следует упомянуть абашевскую культуру. Это второе тысячелетие до нашей эры. Абашевская культура – это тоже культура среднего бронзового века. Это второе тысячелетие до нашей эры. Самые первые находки были сделаны в 1925 году у села Абашева. И это в Чувашии археологам Смолинам. В курганах были открыты захоронения с орнаментированной глиняной посудой, ну и, конечно же, с медными и серебряными украшениями. Вот перед вами слайд, который представляет находки бронзового века абашевской культуры. Справа – это всевозможные украшения, а слева – это наконечники копии. В степях же Западной Хибири, Казахстана, Алтая и Среднего Енисея во втором тысячелетии до нашей эры существовала очень большая такая этнокультурная общность, которую еще иногда называют андроновской культурой. Это были земледельческо-скотоводческие племена. Кстати говоря, эта культура была открыта в 1927 году у деревни Андронова близ Ачинска. Это на Урале. Вообще, андроновцы являлись пришлым населением на территории Сибири, и они как раз принесли на территорию Сибири искусство скотоводчества и, кстати говоря, искусство обработки бронзы. Дальше эти племена, они такие были достаточно подвижные, и племена покинули территорию в Западной Сибири, и археологические памятники, которые датируются андроновской культуре, находятся даже на Тиньшане. То есть, видите, племена ушли на Тиньшань, и даже на территории Бишкека тоже находят серию археологических памятников, которые принадлежат андроновской культуре. Не так давно был открыт еще один могильник рядом с Казанью, который познакомил нас с еще одной культурой, с еще одним периодом Бронзового века на территории Российской Федерации. Этот могильник нормонский был открыт в 1967 году тоже совершенно случайным образом. Местный сторож села Нормонка, это Лаишевский район, он копал землянку для охраны местного колхозного огорода. И при откапывании землянки он нашел кости древнего человека и всевозможные другие древние археологические предметы. Конечно же, сразу эту область начали изучать археологи, и тут как раз и обнаружилось, что на этой территории находится очень большой могильник, который был, собственно говоря, и назван Нормонским, по селу Нормонка, где и размещается археологический памятник. Там тоже было найдено очень большое количество бронзовых предметов. Вот перед вами всевозможные пряжки, кольца, которые были сделаны путем отливки и путем ковки. Еще одни пряжки – это тоже Нормонский могильник. Причем вы можете заметить, что по своим размерам они очень и очень небольшие. Некоторые пряжечки длиной всего полтора сантиметра. Также в Нормонском могильнике были найдены наиболее интересные предметы. Вот этот, например, предмет является бляшкой, звенящей, шумящей подвеской конской сбруи. А вот это тоже такой интересный предмет, такой своеобразный щит, найденный в Нормонском могильнике. Вообще бронза представляла собой очень и очень большие возможности, естественно, для создания совершенно новых форм и орудий производства. Однако люди не сразу смогли воспользоваться такими преимущественными бронзами. И даже самые-самые ранние бронзовые изделия, они порой напоминали по своей форме каменные. Вот сейчас мы с вами посмотрим наш, наверное, последний слайд на эту лекцию, где как раз вы увидите бронзовые изделия, которые достаточно похожи на каменные. Здесь на фотографии изображены и каменные топоры, каменные наконечники и в то же самое время бронзовый наконечник копья. Таковы, кстати, были и первые медные топоры. Они тоже делались похожими на каменные, как вы видите, они были плоские, длинные, с очень коротким лезвием и почти без проушин. Однако постепенно человечество выработало совершенно новые формы орудий, в которых наиболее целесообразно использовались какие-то новые формы и новые возможности такого материала, как бронза. Но, однако, бронзовый век он тоже, в принципе, закончился, на смену ему пришел железный. Но бронза еще очень и очень долгое время соседствовала наравне с железом и особенно, например, в вооружении. Потому что зачастую медные и бронзовые орудия, которые использовались в каких-то военных целях, были даже лучше, чем железные. Однако об этом мы все-таки поговорим в нашей следующей лекции, а на сегодня наша передача подходит к концу. До свидания.